Я всех приветствую на своем канале Юнифам и Тюньфам и с вами Лена. В этом видео я вам расскажу о своих последних покупках. В основном это будет уходовая косметика, ну и также один продукт из декоративной косметики. Ну как всегда я собрала свою корзинку с продуктами и наверное начну с декоративной, так как из декоративной косметики будет всего лишь один продукт. И это будет вот такая вот подводка от NYX. Да не удивляйтесь, упаковка довольно такая необычная и если я не ошибаюсь, это один из новейших продуктов у них. Мне было интересно его попробовать. Итак, что же это такое? Вот как выглядит сама подводка. Довольно интересная форма, у нее изогнутая такая, чтобы ее было очень удобно держать в руках. Буквально одним взмахом получается красивая такая ровненькая стрелочка, так как надо под углом. И девчонки, у кого руки, как говорится, не оттуда растут и когда мне, например, если у меня мало времени или я знаю, что я не хочу провалить свой макияж и сделать его на отлично, то я пользуюсь этой подводкой. Очень такой вот удобный носик, тонкую, можно найти и тонкую, и толстую линию, сейчас я посмотрю. В общем-то да, можно делать всевозможные стрелочки, а те, кто всегда боялись подводки, могу только посоветовать. Единственный минус могу назвать, это, конечно, цену, потому что 15 евро для NYX это немножко дороговато, я считаю. Но, как я поняла, здесь все-таки кнопочки, то есть это, наверное, головка, она меняется. Ну а следующие продукты я вам покажу уже из уходовой косметики. Вот, конечно же, от фирмы Веледа. Кто еще не смотрел мое видео о кремах Веледа, где-то где-нибудь здесь оставлю вокруг себя ссылку. Ну, что я могу сказать, крема мне просто супер как нравится, я их обожаю, очень нежный уход. И когда у меня закончился крем из серии Миндалян, то я купила новый. Но в этот раз я уже купила для смешанной кожи. У меня не смешанная кожа, у меня нормальная кожа, но сейчас у нас уже плюсовая температура. И могу сказать, что мне этот крем на уже более теплую погоду больше подходит. То есть в минусовую я пользовалась тем кремом, а вот этот вот уже в плюсовую температуру. Так же, как и тот, просто дает обалденный эффект, очень мягкая кожа. Этот будет, конечно же, полегче. Он очень хорошо увлажняет кожу. В общем-то, у меня мнение не поменялось. Я до сих пор в восторге и буду дальше покупать. У меня в последнее время, к сожалению, большие проблемы с кожей. И я вот все жду, когда я попаду к дерматологу, то, что у меня дерматит. И я купила вот такое вот молочко для снятия макияжа и умывания. Очень мягкая. Уход такой прям при умывании у вас кожа сразу становится бархатистая, такая увлажненная. В общем-то, могу только посоветовать. Один минус, конечно же, допустим, тональный крем полностью. Это молочко вам не уберет. Я потом, конечно же, прохожусь еще мицеллярной водой. А так, для умывания именно по утрам или хотя бы легкого снятия макияжа. Ну и в День Святого Валентина я также подарила одно из средств Вилета своему мужу. Это средство уже для мужчин, то есть увлажняющий крем для мужчин. Ну и я надеялась, что как бы запах у этого крема будет мужской. Потому что обычно вроде бы средство всегда крем-то, он и есть и крем женский или мужской. Но для мужчин обычно делают разные одушки, более мужские. Вот с этим кремом я немножко была разочарована насчет одушки, потому что она не мужского типа. Это просто какие-то вот натуральные, натуральная какая-то одушка с маслами. И скажу, что мне, например, серия виндаля без запаха, по-моему, больше подходит для мужчин, чем эта. А что могу сказать насчет крема? Мне так было интересно, что, конечно же, даже я его уже попробовала. И могу сказать, что очень такое хорошее увлажнение дает. Этот крем еще даже полегче будет, чем тот крем миндаля. То есть это очень легкий крем, увлажняющий. Но по своим свойствам он мне понравился. Насчет самого состава. Здесь входит, ну как и в других совершенно кремах, натуральные ингредиенты. И последний продукт от фирмы Вилета будет вот такая вот виндельская помада с запахом розы и ванили. Я, как и все нормальные люди, пользовалась кармексом и была довольна. С тех пор, как я попробовала вот эту вот виндельскую помаду, мне теперь больше ничего не хочется другого. Потому что, ну, понятное дело, что у этой виндельской помады, конечно же, натуральный состав. Выглядит она вот таким образом, просто вот такая вот желтая помада, потому что в нее входит пчелиный воск и пахнет она просто превосходно и мельнам, медам и воскам. Это, кому не нравится запах меда и пчелиного воска, вам эта помада не понравится. Но если вы ничего против, не видите этого запаха, мне, например, этот запах очень приятен. И я пользуюсь и никак не могу просто нарадоваться этой помаде. Настолько она мне понравилась, что я даже маме в подарок купила. И наносите, в общем-то, очень приятное ощущение, держится она довольно долго. У меня были когда-то гобы в очень ужасном состоянии, настолько, что у меня даже посередине не потрескалось, и даже там кровь была. В общем-то, не хочу даже рассказывать. Эта помада просто привела их в порядок, быстро. И, в общем-то, я ее больше ни на что не променяю, это точно. Хотелось бы вам, конечно же, еще зачитать состав, чтобы вы убедились, настолько это прекрасный продукт. Тоже, на этом все. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте тогда лайки, подписывайтесь на мой канал. Я очень буду рада вас видеть вновь на моем канале. Кто пробовал уже эти средства, обязательно напишите внизу, что вы о них думаете, что вам понравилось, что вы можете посоветовать. И я говорю, до следующей встречи. Всем пока!